Приветствую. Останкинский суд Москвы отклонил иск первой жены основателя Яралаша Бориса Грачевского о спорах, связанных с наследством. После смерти Бориса Юрьевича первой жене Галине не досталось практически ничего. Адвокат Евгений Бронецкий, представляющий интересы вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской, сообщил, что Галина требовала долю в киножурнале Яралаш, а также в продюсерском центре Яралаш. Юрист говорит, что бывшие супруги успели поделить совместно нажитое имущество, хотя это и не было закреплено юридически. Отмечается, что бывшая жена может оспорить это право и подать апелляцию. А вот Белоцерковская после смерти супруга поделила наследство между его детьми. На данный момент она продолжает судиться с Яралашем из-за 18,5 миллионов рублей. Оказалось, что остались невыплаченные Борисом Юрьевичем суммы, которые истец Аркадий Григорян, нынешний владелец Яралаша, намерен получить от бывшей жены Грачевского Екатерины Белоцерковской и детей покойного. Речь идет о 18,5 миллионах рублей, включая основной долг и проценты. По словам адвоката Евгения Бронецкого, который представляет интересы вдовы Грачевского, Борис Юрьевич, скорее всего, брал эти деньги взаймы. Денег у Екатерины сейчас почти нет, она не работает. Друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают, рассказал юрист. Помимо этого, Бронецкий отметил, что вступить в наследство Екатерина тоже не может, пока идут суды. В свою очередь, вдова Грачевского подала встречный иск к Яралашу. Дело в том, что Белоцерковская пытается увидеть документы организации, чтобы оценить доли наследства. Екатерина не может узнать о правомерности взыскания, поскольку ей не предоставили необходимые документы. Но стало известно, что суд отклонил иск вдовы Грачевского.